Ритти Крашан «По одной за лучший дебют». Начиная с 2012 года, он несколько раз появлялся в списке Forbes India Celebrity 100, основанном на его доходах и популярности. Рошан часто сотрудничал со своим отцом Ракешем Рошаном. В 1980-х годах он ненадолго появился в качестве детского актера в нескольких фильмах, а затем работал помощником режиссера в четырех фильмах своего отца. Его первая главная роль была в «Кассовом успехе «Скажи, что любишь» 2000 года, за которую он получил несколько наград. Ритти Крашан также выступал на сцене и дебютировал на телевидении «Just Dance» 2011 года. Будучи судьей по последнему делу, он стал самой высокооплачиваемой кинозвездой индийского телевидения. Он участвует в ряде гуманитарных проектов, поддерживает несколько брендов и продуктов и запустил собственную линию одежды. Рошан был женат 14 лет на Сусане Кхан, с которой у него двое детей. Рошан родился в Бомбее в семье, известной в Болливуде. Он имеет пенджабское и бенгальское происхождение по отцовской линии. Бабушка Ритика по отцовской линии Ира была бенгалкой. Его отец – кинорежиссер Ракеш Рошан. У Ритика есть старшая сестра Сунайна, которая получила образование в Бомбейской шотландской школе. Хотя Ритик практикует индуизм, он говорит, что «я не религиозен, я не посещаю храмы, но я надеюсь, что есть сверхдержава». Рошан чувствовал себя одиноким ребенком. Он родился с лишним большим пальцем, сросшимся с большим пальцем на правой руке, что заставляло некоторых его сверстников избегать его. Он заикался с шести лет. Это вызывало у него проблемы в школе. И он симулировал травмы и болезни, чтобы избежать устных текстов. Ему помогала ежедневная логопедия. Дед Ритика Пракаш впервые вывел его на экран в возрасте шести лет в фильме «Аша» 1980 года. Он танцевал в песне, разыгранной джетендрой, за которую Пракаш заплатил ему 100 рупий. В начале 20-х годов ему поставили диагноз «сколиоз», который не позволял ему танцевать или выполнять трюки. Первоначально опустошенный, он в конце концов все равно решил стать актером. Примерно через год после того, как ему поставили диагноз, он рискнул пробежаться трусой по пляжу, когда его застал ливень. Боли не было, и став более уверенным в себе, он смог увеличить свой темп без каких-либо побочных эффектов. Рошан видит в этом дне поворотный момент своей жизни. Ритик учился в колледже, где во время учебы принимал участие в танцевальных и музыкальных фестивалях. Рошан помогал своему отцу в четырех фильмах. «Худгар» с 1987 года, «Дядя короля» с 1993 года, «Каран Арджун» с 1995 года и «Койла» с 1997 года, а также подметал пол и готовил чай для съемочной группы. Помогая отцу, он учился актерскому мастерству у Кишора Намита Капура. Чтобы подготовиться к фильму, он тренировался с актером Салманом Ханом, чтобы набраться сил физически, работал над улучшением своей дикции и брал уроки актерского мастерства – пения, танцев, фехтования и верховой езды. 10 января 2021 года Рошан подтвердил, что снимается в фильме «Истребитель». Его третий фильм с режиссером Сиддхартом Аннандом и первый с актрисой Дипикой Педухони. Релиз запланирован на 30 сентября 2022 года. Он стал самой высокооплачиваемой кинозвездой на индийском телевидении после того, как ему заплатили 280 тысяч долларов за эпизод фильма. Он активно поддерживает специальную школу «Дилхуш» для умственно отсталых детей «Мумбаи». В 2008 году он пожертвовал 28 тысяч долларов в больнице на Навате для лечения заикающихся детей. В 2009 году Рошан основал благотворительный фонд, целью которого является работа для людей с ограниченными возможностями. Он жертвует примерно 10 тысяч долларов на благотворительность каждый месяц и считает, что люди должны публиковать свою благотворительную деятельность, чтобы подать пример другим. В 2013 году он принял участие в празднике Гаткапаре, чьи доходы пошли в НПО, поддерживающую племенных девочек, страдающих от недоедания и голода. Также в том же году он пожертвовал 35 тысяч долларов на помощь жертвам наводнения в Северной Индии в 2013 году. Вместе с другими звездами Болливуда Рошан сыграл футбольный матч для благотворительности организованной дочерью Амира Кхана Ирой в 2014 году. В следующем году он появился вместе с Анам Капур в музыкальном клипе, прибыль которого была пожертвована на благотворительность. Позже в том же году Ритик стал послом индийского бренда Юнисеф и крупнейшим в мире уроком компании Global Goals, направленным на обучение детей в более чем 100 странах с целем устойчивого развития. Рошан и другие болливудские актеры делали пожертвования на строительство домов для семей, пострадавших от наводнения в Южной Индии в 2015 году. 20 декабря 2000 года Рошан женился на Сусани Кхан на частной церемонии в Бангалоре. Несмотря на их религиозные различия, Рошан индуист, а Кхан мусульманка, Рошан говорит, что одинаково ценит ее веру. У пары есть два сына. Хрихан родился в 2006 году и Хритхан родился в 2008 году. Они расстались в декабре 2013 года, а их развод был завершен в ноябре 2014 года. Рошан и Сюзан утверждали, что расстались полюбовно. Во время съемок в Таиланде своего фильма «Бах-бах» Рошан получил травму головы в результате несчастного случая с трюком и перенес операцию на головном мозге в больнице Хиндуджа. Рошан подумывал о том, чтобы уйти из киноиндустрии после того, как двое нападавших выстрелили в его отца в 2000 году. В 2014 году его годовой доход составлял 12 миллионов долларов США. Рошан зарекомендовал себя как секс-символ и икона стиля в Индии. Он возглавил список 50 самых желанных мужчин Индии в 2010 году и вошел в пятерку лучших на следующие пять лет. Натуральную величину его восковая фигура была установлена в лондонском музее Мадам Тюссо в январе 2011 года, что сделало его пятым индийским актером, который был воспроизведен там в качестве восковой статуи. Дорогие мои зрители, теперь мой канал Болливуд есть на Яндексе. Здесь новости об актерах Болливуда выходят раньше, чем на Ютубе. Подписывайтесь на канал Болливуд на Яндекс.Эфир. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал Болливуд и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Канал посвящен жизни за кадром индийских актеров.